Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. А почему при съемках фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих жителей Чечено-Ингушской АССР», где снимался фильм, массово хотели дать взятку Никите Михалкову? При съемках фильма «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» в Чечено-Ингушской АССР местных жителей пригласили участвовать в массовых сценах. Условия объявили так, нужно приходить с паспортом, конный, 10 рублей в день, пеший 5. Речь шла о гонораре, но жители поняли все наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего на режиссера Никиту Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве. Кроме того, актеры массовки всерьез спрашивали, оружие вы будете давать или нам свое принести? А что это за устройство советской эпохи, которое заряжалось от розетки 220 вольт? Это электромассажер тепловой для лица МРТ-1, применялся с лечебной или косметической целью. В течение 50 минут осуществляет тепловой массаж лица с целью разглаживания морщин. Предварительно его включают на 15-20 минут в электросеть. Затем овальной зеркальной поверхностью массажера в течение 50 минут проводят по массажным линиям лица. Производитель Воронежский электромеханический завод. Заряжается от розетки 220 вольт. Выпускался в 80-х годах. А что мультяшный почтальон Печкин считал главным украшением новогоднего стола? В третьем советском мультфильме 1984 года из трилогии Апростоквашина, в одном из сюжетов почтальон Печкин извиняется и собирается уходить. Потому что считает телевизор главным украшением стола, но тот не работает. И поэтому Печкин решает справлять Новый год у себя дома. Однако дядя Федор и папа обещают, что телевизор они обязательно починят. Телевизор починили и почтальон Печкин остался. А что можно было увидеть внутри этих миниатюрных книжечек-брелков, которые в два раза меньше коробки спичек? Внутри были фотопейзажи, сложенные в виде гармошки. Выпускались такие книжечки как сувениры, с фото разных городов, фото курортов, фото различных событий. Иногда выпускались книжечки по популярным советским мультфильмам с фотосерий кадров с мультфильма. Очень популярная была серия фотокнижечек мультфильма «Ну погоди». А за кого из своих коллег вышла замуж Валентина Терешкова? В 1963 году Николаев женился на Валентине Терешковой. Первый в истории космический брак продержался 18 лет. В семье родилась дочь Елена. В 1981 году супруги разошлись, больше Николаев не женился. А в каком году состоялся последний съезд Коммунистической партии Советского Союза? Последний 28-й съезд в истории КПСС проходил с 2 по 13 июля 1990 года. Охарактеризовался рекордным составом ЦК – 412 членов. В ходе съезда обнаружился серьезный раскол в партии. А когда был поднят флаг над Рейхстагом в Берлине советскими солдатами в 1945 году? Операция по взятию Рейхстага началась вечером 28 апреля, когда части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. Ранним утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Но бой продолжался еще весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал. А что означает слово «луниоу», которое появилось в советском обиходе в середине 1920-х годов? В СССР было модно называть детей в честь политических деятелей или каких-то событий. После смерти Ленина появилось имя «луниоу». Оно означало «Ленин умер», но идеи остались. А кому из генсеков СССР принадлежит высказывание, «Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем». Это фраза Никиты Сергеевича Хрущева, который руководил СССР с 1953 по 1964 год. Он запомнился одиозными высказываниями, многие из которых разошлись на цитаты и афоризмы. А в каком году был утвержден флаг СССР? Описание флага СССР было установлено в статье 71 Конституции СССР, принятой на второй сессии ЦИК СССР 6 июля 1923 года. Окончательный внешний вид флага был утвержден 18 апреля 1924 года Президиумом ЦИК СССР. А кто сообщил советскому народу о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года? 22 июня 1941 года, когда Германия напала на СССР, Политбюро ЦК ВКПБ было принято решение выступить по радио с обращением. Это должен был делать Сталин. Но, руководствуясь политическими причинами, он отказался и поручил эту миссию Наркому иностранных дел Вячеславу Молотову. Точное время выхода обращения в эфир 12 часов 15 минут. А как зовут этого легендарного советского хоккеиста? Валерий Харламов, легендарный советский хоккеист, в составе сборной СССР дважды выигрывал Олимпийские игры. Раз становился чемпионом мира, дважды признавался лучшим хоккеистом СССР в 1972 и 1973 годах. А к какому мероприятию был создан коньяк Двин? Специально к Ялтинской конференции по приказу Сталина был создан армянский 50-градусный коньяк Двин. Выбив рюмку, британский премьер-министр Черчилль стал поклонником этого напитка. Сталин лично контролировал поставки коньяка британскому коллеге. А в каком году в СССР появился первый дворец бракосочетания? Первый дворец бракосочетания в СССР был открыт 1 ноября 1959 года в Ленинграде. Он располагался в особняке фон девизов на английской набережной, 28. А сколько мороженого в год должен был съедать каждый советский гражданин по мнению Анастаса Микояна? В 30-х годах нарком продовольствия СССР Анастас Микоян посетил США. Помимо всего прочего, он заинтересовался идеей сделать мороженое массовым доступным продуктом. Микоян привез в СССР комплексы по производству мороженого. Он считал, что каждый советский гражданин должен съедать не менее 5 килограммов холодного лакомства в год. А какая фамилия была у главного героя фильма Афония? Афония – советская трагикомедия режиссера Георгия Данелий. В центре сюжета – непутевый 34-летний сантехник Афанасий Борщев, который вместо работы занимается поиском развлечений и вымогает взятки с клиентов. А сколько детей было у генсека СССР Леонида Брежнева? У Брежнева было двое детей. Первым ребенком была дочь Галина, которая впоследствии стала одной из самых скандальных фигур советской золотой молодежи. Сын Юрий стал видным государственным и партийным деятелем. А зачем в СССР под обои клеили газеты? В СССР обои были очень тонкими, а потому через них было видно все неровности и шероховатости штукатурки. Поэтому для выравнивания стен предварительно их оклеивали газетами. К тому же, на такой подложке обои держались прочнее. А к какому виду искусства относилось советское понятие суровый стиль? Суровый стиль – это направление в реалистической советской живописи, характерное для рубежа 1950-х и 1960-х годов. Художники воспевали судьбу современников, их энергию и волю. Герои их картин были взрослыми, ответственными, с богатым опытом и внутренней мотивацией. А теперь традиционный бонус «Вопрос без ответа». Какой знаменитый советский фильм 1977 года показан в данном коротком сюжете? Напишите свой вариант названия этого советского фильма в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах. Продолжение следует...